Дорогие друзья, под ваши громкие аплодисменты! Громкие овации артисту! Мы хотели бы сделать первую фотографию. Прошу. Ну а сейчас помощник президента Российской Федерации Игорь Евгеньевич Левитин. Хорошо. Добрый день, дорогие друзья. Василий Юрьевич, Наталья, Дмитрий. Мне очень приятно, что сегодня моему земляку и старшему товарищу открывают памятник. Это говорит о том, что Одесса и Ростов были и всегда будут друзьями, городами. А чем они похожи, Одесса и Ростов, если так взять? Какой-то дух свободы есть и в Одессе, и в Ростове. Где вы еще найдете города, где в 6 утра на рынке или на базаре уже можно что-то купить, попробовать и поесть? Где вы найдете город, где много веселых, талантливых людей? Баржа – это такая была его любимая пора, когда он заканчивал свой сезон и собирал друзей. Это было в Одессе, а потом это все перешло в Ростов. И я хочу поблагодарить ростовчан, его друзей, поклонников, что в последние годы жизни он именно здесь, в Ростове, очень много писал, очень много рассказывал. И то, что сегодня вы открыли этот памятник – это знак большого уважения этому человеку. Он закончил Одесское инженерное морское институт морского флота, то есть он транспортник. Я его все время спрашиваю, а что вы так про транспортников все пишете с такими подколками? Начальник транспортного цеха. Я говорю, слушай, ну я же не только транспортник, я же про всех пишу, поэтому я должен писать про всех. Ну, а в заключение хотел бы сказать его выражение, которое мне очень нравится. Если вам долго не звонят родственники и близкие друзья, у них все нормально. Дай Богу, всего доброго. Губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев. А никого не смешать, что останавливается памятник Николаевского, который на месте России мечтал сравнять ее землю? Мы обязательно вам ответим на ваш вопрос. Дорогие друзья, уважаемые восстанчане, Михаил Михайлович много сделал для Отечества, потому что он его любил. И его юмор был часто очень серьезный. Это о родине, это о родине. Мне неоднократно приходилось с ним встречаться. Конечно, это было и на борже, когда он действительно друзьям в своем произведении показывал, потом оценивал их реакцию, потом принимал решения. Но мне показалось, были еще более интересные встречи. Например, когда мы с ним случайно встречались в аэропорту, в ожидании самолета. Это было в разных аэропортах, но в том числе и в Внуково. Иногда они растягивались, потому что самолет переносили на какое-то время. Хорошо говорили, это оставалось всегда в памяти. И он действительно любил ростовчан. Во-первых, потому что, как он говорил, самостоятельное выступление здесь было первым у него. Ростовчане отвечали ему взаимностью и любовью. Он любил, потом полча Чехова. Я считаю, что я здесь гуляю с своим ребенком. Мои близкие погибают на из своего рода. А этот ростовчик, я буду кричать. Надо кричать. И на самом деле человек, который сравнивает ваших проносочных сынам, не может нарубить его. Я его здесь и высказываю. Не надо меня отолкать. Я не хочу с вами разговаривать. Я считаю, что это место, который у него встречает, это его инициатива. Я считаю, что это место, который у него встречает, это его творчество, которое он никогда не забудет. Спасибо. Супруга Михаила Михайловича Жванецкого, Наталья Валерьевна Жванецкая. На поводу инцидентов. Плохой пиар, страшный пиар, всегда это пиар. На каком основании? Кто, значит, люди придут, посмотрят на этот памятник, еще раз откроют, я не знаю, интернет книги и прочтут. Я не хочу, чтобы этот русофон не стоял. Это улица Пушкина, которую любил отечество, а этот ненавидел нашу ситуацию. Вы смеете, вы смеете, он подзорил нашу парню. Между двух стран, потому что в Одессе он родился, в Москве он родился. В Украине его прогнали, он прибежал в Ростов. В Питере его прогнали, он приехал в Ростов. Может быть, поэтому памятник Ростова. На самом деле он здесь проводил концерты, он говорил, мне в Одессе публика нравится, но она все про меня знает. Я не могу там выступать. То есть, все хорошо, но Ростов лучшая публика в мире. Кто понимает юмор, кто не приходит с такими речами сюда. Никогда, ничего. А вообще, если, ну так до конца, ну и правда, он и в принципе писал с еврейским акцентом. С одесским и с еврейским акцентом. Но считал себя до конца Ростов. Ничего тут не сделаешь. Такая страна. А я вообще вышла сказать спасибо. Зло станет тем, что оно так. Вы позволяете, оставляете свою страну. И где-то здесь есть один молодой человек, Олег Сурган, который все это взял на себя и организовал этот памятник. А, и самое главное, я хотела сказать автора. Про него никто не сказал. Это Андрей Полиничко. Где-то у вас здесь стоит памятник. Почему он? Я считаю, это свое. Это вам. Это тоже он. И пару текад, которые я люблю, которые, Михаил Ильич, не нарушайте мое одиночество, не оставляйте меня одного. И давайте переживать неприятности по мере их вступления. Все, спасибо. Заслуженный артист Российской Федерации, музыкант Евгений Шелимович Маргулис. Здравствуйте. Значит, что я вам хочу сказать. У меня есть две любимые фразы Михаила Михайловича, которые он, кстати, написал в нашем городе. Одной я пользуюсь всегда, когда меня вызванивают какие-то телевизионные люди и приглашают сняться в каком-нибудь глупом ток-шоу. Фраза звучит так. Когда звезды гастают, они попадают в жюри. Я жду, когда вы едете, чтобы я сказал. А вторая, а вторая тоже гениальная фраза, тоже, которую он прочитал именно здесь. Тост без мата. Это доклад. Спасибо вам большое за то, что помните, за то, что пришли на открытие памятника. Михаил Михайлович Ростов очень любил. И последние несколько лет своей жизни он читал свое новое произведение именно в Ростове. Мы сюда приезжали, катались на пароходе, и он собирался в близких своих друзей. И было здесь вот очень хорошо. Поэтому нужно будет сделать какую-нибудь традицию, собирать хороших юмористов в вашем городе, и чтобы они читали свое произведение. Спасибо большое. Ну что ж, да, пока Евгений Шулимович настраивает гитару, а это всегда что-то дозначит, значит, нас ждет небольшой музыкальный сюрприз, я предлагаю нам все вместе посмотреть видеорепортаж о гастролях Михаила Михайловича Жванецкого в городе Ростове-на-Дону. Все внимание на экран. Ростовчане не подвели своего писателя. Они собираются возле областной филармонии задолго до начала концерта. Все билеты были раскуплены уже неделю назад. Особый одесский прищур, образ сатирика и такой непохожий взгляд на общую действительность. Эта благодарная публика готова часами цитировать сатирика. Мне очень нравится его миниатюра Боба Игана, например. Очень такая искрометная. Не мог выразить свое восхищение, понимаете, как следует. Очень люблю, очень люблю его выступления, дежурство по стране, безусловно, это поразительно. Он, наверное, помнее просто, чем остальные. Действительно интересные и важные вещи говорить. И это не просто для развлечения, а чтобы подумать. Столбственный микрофон плюс обязательные спутники, потертый портфель и очки, и полное взаимопонимание с залом. Он не раз признавался, что любит Ростов. Данская столица уж очень похожа на родную для Жванецкого Одессу. Родственная география дополняется особым южным юмором. И зал принимает писателя с полуслова. А ты без москов, куда бы ты ни шел, получается фер. Он с сомнением называет себя сатейком и признает, что все чаще после явления ему стали задавать серьезные вопросы, на которые и ответа-то сразу не найдешь. Оттого даже друзья не всегда понимают, шутит он или всерьез говорит. Вся штука, что ирония из нашей жизни ушла. И при этом все воспринимают всерьез то, что я говорю. А те, кто принимает силы, начали тут всякие камень. Все, ну то есть те люди, которые долго копались в урологии, в урологических проблемах. Те, кто устал и вылечился. И у которого все в порядке с этим вопросом, я говорю, нормы и красные. Они стали ходить уже и ко мне тоже. А что не у Жваневского в каждом городе? Но только в таких местах, как Ростов, он решается опробовать новое произведение. Публика проверенная, да и умная. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Ну что ж, мне кажется, все готово. Евгений Шалимович. Пока настраивается гитара, мы слышим ее звуки. Я приглашаю наших гостей возложить цветы к памятнику Михаила Михайловича Жванецкого. И у вас, дорогие ростовчане, и гости нашего города. Как звучит? Евгений Маргулис. Давненько, кстати, я на улице не играл. А сыграю песенку, которую Михаил Михайлович любил. Я ее написал, когда от меня недалеко дом актера. И меня туда пригласили по соседству, опять же. И я дружу с режиссером и директором. И вот сидит передо мной первый ряд. Вера Васильева, Слава Мемоляева. Такой я увидел, растрогался и придумал песенку. Ну, конечно, песенку про себя, но посвященную всех. Я сделан из старых ненужных вещей Пластинок на 78 Из порванных струны разбитых идей Из песен про лето и осень Из песен подруг Из газетных статей Стремительных встреч и прощаний Полетов, потери, привычных услуг И данных пустых обещаний Я сделан из неба цветов и любви Из ночи и дня без обмана Из длинных дорог, из воды и земли Из холода и из тумана Я соткан из дыма И верных друзей из разных стремлений и истин Из горя и радости, света, теней А может еще не быть мыслей Я сделан из старых забытых вещей Оставлены кем-то на входе Я сделан из очень хороших людей И мне это очень подходит И мне это очень подходит И всем это очень подходит Спасибо большое, живите долго Браво! Спасибо! Евгений Маргули, спасибо огромное! Ну что ж, уважаемые гости Дорогие ростовчане Мы все искренне любим и почитаем Творчество Михаила Михайловича Жванецкого Очень тоскуем без него Но теперь у каждого из нас Есть место, куда можно прийти И тихонько ему об этом сказать Спасибо огромное, что вы все были сегодня с нами Давайте поаплодируем этому великому человеку Все желающие могут возложить цветы памятнику Спасибо! Продолжение следует...